Участвуя в служении причастия, есть ответственность Бога и есть ответственность наша человеческая. Я думаю, что мы как люди, я насколько понимаю, даже не совсем имеем право Богу что-то указывать. Боже, это твоя ответственность, Бог там, ты нам должен. Я думаю, что Бог, если Он Бог, то Он ничего не должен, Он Бог. А мы Его последователи, мы доверяем, верим. Но вот наша ответственность человеческая, она очень ясно прописана. Именно по отношению к служению причастия. 1 Коринфянам 11 глава, с 28 по 29 стих написано. Ибо кто ест и пьет недостойно, имеется в виду, кто пьет чашу недостойно, ест хлеб недостойно, ест и пьет в осуждение себе. То есть сам себе делает хуже. Против себя, на себя навлекает как бы наказание. И дальше. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест и пьет от хлеба сего и пьет из чаши сей. Прочитаю новый перевод. Но человек должен испытать себя, и только потом вкушать хлеб и пить из чаши. Потому что тот, кто ест и пьет, не придавая значения верующим, людям, верующим, которые называются или являются частью тела, которые являются телом Господним, тем самым навлекают на себя суд. Итак, первое, что здесь написано в Библии, это то, что у человека есть шанс, есть риск участвовать в служении и причастие недостойно. Я не говорю, что он обязательно есть, но для каждого из нас это обращение уже к верующим людям, которые уже заключили завет с Богом. Что у нас есть опасность, есть шанс, что мы можем это делать и как-то не быть достойны этой святыни. А именно Библия называет это святыней. Дальше. Писание призывает нас испытывать себя, то есть по-другому анализировать себя. Интересно, что эту миссию Бог дает самому человеку, который как бы потенциально может быть виновен. Я могу тоже анализировать, я могу тоже сказать любому, где он не прав, или вы мне можете сказать, в чем мне надо исправиться. Но здесь, смотрите, процесс идет чуть-чуть глубже. Правда же, бывало, что вам много раз говорили о чем-то, нужно исправиться, но оно как бывает, как горохом об стенку. Но когда человек сам осознает, происходит очень глубокий процесс, человек сам себя испытывает, сам решает, выбирает. Я сам себя хочу проанализировать, свои поступки, свои слова, свою жизнь. И вдруг человек приходит к осознанию, что он недостоин, потому что у него с людьми нарушены отношения, где-то он виновен против кого-то в своих делах, словах, или перед Богом он чувствует себя виноватым. И тогда человек принимает решение, окей, я проанализировал, как написано в Библии, и я не буду прикасаться к этой святыне, потому что я недостоин. Первый шаг был правильный, анализ самого себя. Но остановка вот там вот, мы не должны застрять на том моменте анализа и просто осознания своей вины. Потому что дальше, в этом же месте Писания, через запятую написано. Да испытывает же себя человек, окей, испытали, проанализировали, и дальше. И пусть ест и пьет. Вот, так подождите, так, если я через запятую должен принимать и брать, какой смысл себя испытывать? И вот, друзья, здесь очень важный такой момент между этими двумя этапами. Первый – это испытывать себя, анализировать свою жизнь, отношения горизонтальные с людьми и вертикальные с Богом, и обязательно должен происходить вот этот этап покаяния. Вот почему запятая – и пусть ест. Потому что в Боге есть выход. Кровь Иисуса Христа дает нам эту возможность свободы, очищения, прощения, искупления. Если мы это понимаем, верим, то наша ответственность – это именно покаяние, признание, просьба прощения. Или по отношению к людям, или по отношению к Богу. И дальше написано – пусть ест или же участвует в этом служении. Поэтому сегодня, когда мы это будем делать, мы будем иметь молитву, где каждый человек может совершить вот этот именно этап покаяния. Возможно, с кем-то и примириться, и попросить прощения. Еще важно хотел бы добавить, что есть такой момент, как называется, это называется непрощение. И я в своем маленьком опыте понял, что непрощение – беда или сложность не только в том, что трудно простить, но еще труднее – это признать, что ты живешь в непрощении. Вы даже не представляете, как это трудно – признать в том, что ты живешь в непрощении. У меня много было примеров в жизни, где я с человеком общаюсь и уверен, что вы, вам не нужно быть таким профессиональным, не знаю, консультантом, психологом, вы чувствуете, что из человека дышит непрощением. Вот правда, такие штрихи, тон голоса, вот эмоции, вот как он разговаривает, вот только одно упоминание о том имени, вот он с ним не имеет никакого общения, вот горечь какая-то, комок в горло подходит, и вот человек говорит при этом – я простил, я простил. Дьявол очень заинтересован в том, чтобы человек никогда не признал, проблему, корень проблемы, потому что она никогда не вылечится, никогда не решится, пока не будет удален корень. А корень – это первый шаг признания, я живу давно в непрощении, маленьком, глубоком, оно спрятано там очень глубоко. Если там только надо копнуть, раскопать эту душу, раскрыть, там много этого непрощения уже накопилось, накопилось, или оно давно там сидит. Поэтому в таких ситуациях я предлагаю нам, людям, несовершенным, иногда, вот знаете, когда мы едем в машине, есть зеркало, это называется мертвая зона, когда ты не видишь машину, которая проезжает рядом с тобой, хотя у тебя зеркало есть, и ты посмотрел в зеркало, но сделал аварию, потому что машина, которая проезжала рядом, была в вот этой зоне, которая невидима. Точно так же человек иногда попадает в эту мертвую зону духовно. Уверен, что он простил всех, уверен, что он все сделал, и он свободен. Но есть вот эта зона, которую, возможно, сам не вижу, о себе не вижу, не все о себе могу правильно проанализировать. И тогда следующий шаг. Мы говорим, Дух Святой, я даю тебе право, ты покажи, ты мне открой, где мне нужно что-то исправить или поправить во имя Иисуса Христа. И важно, друзья, понимать, что в этом служении причастия не сам физический акт, что мы трогаем хлеб, потом его жуем, потом пьем, не вот это физическое прикосновение делает или производит определенные процессы, которые влияют на наш дух, а именно духовные процессы. Именно вот это прикосновение верой. Знаете, что Иуда участвовал тоже в служении причастия. Интересно, что Иисус Христос не вырывал чашу из уст Иуды. А правда, мы верующие, особенно в нашей культуре, когда смотрим какого-то, одет неправильно там, не знаю, кого-то там обдурил в бизнесе, еще там что-то, думаем, как он так в причастии участвует. Расслабьтесь, братья и сестры. Иисус Христос Иуде тоже дал возможность поучаствовать. Иуда – это предатель. А дальше интересно, Иуда поучаствовал и повесился. Ну, какие результаты? Правда, кажется? Ну, просто поэтому не сам физический акт. И написано в Писании, что Иуда потом пожалел, что предал Иисуса, и написано «раскаялся». Так вот, в русском языке есть большая разница «раскаялся» и «покаялся». А в оригинале, в греческом языке, там вообще большая разница. Это просто сожаление. Но это большая разница между покаянием и просто сожалением. То есть покаяние – это глубокие процессы, которые должны происходить вот в жизни человека. Очень глубокие процессы. И вот это то, о чем пишет Библия. Да испытывает себя человек. Это глубокие духовные процессы, которые должны произойти внутри. Как это недостойно? Это еще одна другая тема. У нас нет времени сейчас об этом говорить. Но нам важно понимать, что что-то есть в нашей жизни, что, возможно, мы можем быть недостойны. И должны произойти процессы определенные. Они должны быть глубокие. Они должны быть с полной верой. Мы не должны оказаться в позиции Иуды, которой будем пить и хлеб, и вино, и все. А потом, как бы, а толку с этого? Никакой после этого ни мира, ни радости пошел и повесился. Но в этом есть, друзья, жизнь. Эти процессы исцеляют внутри и не только духовно, но и физически. Итак, первое – это наша ответственность, о которой написано в Писании. Это быть достойным и испытывать, анализировать себя. Второй пункт – что мы должны делать, как верующие? Верующие люди должны обязательно участвовать в служении и причастии. Читаю вам Иоанна 6 глава с 53 по 56 стих. Там написано, «Иисус сказал…» Это уже не я сказал. «Иисус». Уже можно слушать внимательней. «Если…» Внимание! Это Иисус сказал. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого», то есть хлеб, «и не будете пить крови Его», то есть чашу, «то не будете иметь в себе жизни». Хотя мы вроде бы и глазами сейчас моргаем, и головой верьте, мы живые. Но здесь говорится о какой-то другой жизни. «Не будете иметь в себе жизни». И дальше. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Представьте себе, что люди только те, на основании Библии, которые имеют часть, вот участвуют в этом служении. Они имеют право, они будут иметь жизнь вечную. Я думаю, что вы знаете в вашем окружении людей, которые уже давно не участвуют в служении причастия. И я хочу обратиться именно к этой категории людей, которые уже полгода, годами не принимают причастия. Если такие люди есть в вашем окружении, если вы их знаете, вы им обязательно отправьте вот этот линк, вот этого служения, пусть они услышат это слово. И можете им отправить вот этот смс Иоанна 6, 53, 56, где написано, что люди, которые не участвуют в служении причастия, по разным причинам, обижены на людей, обижены на церковь, обижены еще на кого-то, недостойны всю жизнь и так далее, это не то состояние, которое ведет в вечной жизни. Оно ведет, но не туда, не вверх, а вниз. Вот почему для верующих людей вот этот процесс не может, не должен останавливаться. Я себя испытал, ну я недостойный, то хорошо, то я, ну, недостойный. Вот и буду в этом состоянии недостойным как-то. Нет, ищи выход. Наоборот, иди путем покаяния, приводи свою жизнь в порядок. Тебе это необходимо, не мне, а каждому из нас. Именно в этом есть жизнь вечная. Написано, кто не будет это делать, то не имеет жизни, вечной жизни, духовной жизни, не имеет вот этого будущего и спасения. Вот насколько важно верующим людям принимать участие. Вот почему написано в Писании, «Сие творите». И вот это делайте всегда, постоянно, в мое воспоминание. И об этом написано в посланиях. Это напоминается. Вот почему люди, которые верующие люди, сидели в тюрьме, которых за Христа, их гнали. Для них это было настолько важно. они совершали причастие, это не было так вот в церкви, красиво, там такое золотистое, серебряное, там как священник там выходит, как в православном храме, так все кажется так нарядно. А там это зэки сидели, и они как-то пытались, хоть как-то что-то вот, ну, они просто скучали, они понимали важность этого. А первые христиане вообще умирали за вот эту истину. Их Римская империя, из истории церкви мы знаем, обвиняла христиан в каннибализм, правильно такое слово есть по-русски, за то, что они как бы кушают, ну, там же написано, кушайте тело, пейте мою кровь. И их в этом обвиняли, что они как будто людей там кушают. Но христиане понимали, конечно, эту истину правильно, и они были готовы за это умереть. Насколько это важно, что в Деянии 2 глава написана первая апостольская церковь, первая церковь на земле, они написаны, вот первые верующие, самые вот свежие, да, вот последователи Иисуса Христа, свидетели всего, написано, они постоянно пребывали в учении, постоянно, и дальше написано в этом же стихе 42, Деяния 2, 42, и в преломлении хлеба, то есть в преломлении, в служении причастия, регулярно, постоянно, и всегда рисковали жизнью. Вот насколько важно это служение, именно хлебопреломление. Поэтому для нас сегодня, друзья, это вступление, я надеюсь, что оно поможет нам увидеть себя сегодня с помощью Святого Духа, проанализировать себя, потом следующий этап, это в молитве, которую мы сейчас будем совершать, сказать искреннее слово, покаяние, Богу, людям, и дальше написано, и пусть ест, и пьет, в этом есть жизнь, кто будет, тот будет иметь жизнь вечную. Будьте благословенны. Аминь.